Подвиг снайперского дуэта Девушки-снайперы Маша Поливанова и Наташа Ковшова, добровольцы из московского народного оплачения, подорвали себя гранатами в окружении врагов. События 14 августа 1942 года описаны в нескольких документах. Дополняя друг друга, они дают достаточно полную картину того, что произошло в тот злополучный день со снайперской парой Ковшова-Поливанова. Никак не должны были они оказаться впереди группы автоматчиков, преследующих одна за другой лобовых атаков противника. Таких превосходных стрелков на фронте берегли, прикрывали, охраняли. Конечно, на войне бывают неожиданные стечения обстоятельств, но здесь случай прямо-таки вопиющий. Однако вот страницы из журнала боевых действий 528-го полка. Командир и комиссар направились на передовую, и 2-й батальон, преодолевая упорное сопротивление врага, начал движение вперед. В этот момент от пули вражеского снайпера на боевом посту погиб командир полка майор Тарасюк. Командование полком перешло к начальнику штаба капитану Чистякову, который во главе спецподразделения полка совместно со штабом направился на передовую. 2-й батальон по-прежнему наступал на левом фланге полка. Противник бешено сопротивлялся и переходил к контратаке с большими, чем у нас, силами. Вскоре был тяжело ранен капитан Чистяков, контужен ПНШ-1, старший лейтенант Беломарь. Вышли из строя и другие командиры, которые показывали личный пример отваги и мужества. На поле боя оставался только контуженный военком полка Петров Соколовский, который руководил боем. Все контратаки противника были отбиты, и люди не отступили ни на шаг. В этом бою героически погибли любимцы и героини полка снайпера Маша Поливанова и Наташа Ковшова. Во второй половине дня в полк прибыло вновь назначенный командир майор Чернузских, который быстро вошел в курс дела и начал руководить успешным наступлением. В 5 часов утра 14 августа, когда наши части поднялись в атаку и ворвались в немецкие траншеи, произошло это так неожиданно, что противник дрогнул и, оставив передние траншеи и блиндажи, отошел на заранее подготовленный рубеж обороны. Рассказывает однополчанин девушек Обносов. Примерно в полдень пули немецкого снайпера был убит командир полка майор Тарасюк. В это время и вели в бой 4-ю роту. Наташа и Маша крикнули бойцам. «Отомстим за любимого командира! Вперед за родину! За Сталина! Вперед, москвичи!» Они вместе с наступающими бойцами ворвались в траншеи противника. Немцы отошли на вторую линию обороны, теряя по пути убитых и раненых от метких пуль девушек-снайперов. Более 15 солдат было уничтожено ими за короткий срок. К вечеру противник, перегруппировав силы, при поддержке артиллерии пошел в контратаку. Превосходящие силы пехоты яростно атаковали наши позиции. Первая контратака была отбита. Девушки или, как их у нас называли, неразлучные друзья, имели задачу прицельным огнем выводить из строя офицерский состав противника. С этой задачей они справлялись отлично. При отражении первой контратаки они вместе уничтожили 4 офицера и 5 солдат. Противник повторил контратаку. Ему удалось обойти наше подразделение и, в частности, 4-ю роту с фланга. Героическая гордость людей дралась храбро. У них кончались боеприпасы, а поднести их туда не было никакой возможности. Почему же тот, кто должен был управлять боем, видя все это, не отдал приказ к отходу? Ведь другие подразделения отступили, сохраняя порядок и дисциплину. Ответа на этот вопрос товарищ Обносов, видимо, не знал. Но зато красочно описывал подвиг смелой снайперской пары. Примерно 6 часов вечера была ранена в руку Наташа. Наспех, перевязав рану, она непрерывно уничтожала немецкую мразь. Вот ранила и Машу, а вслед за Машей вторично была ранена Наташа. Немецкие цепи плотно сжимали кольцо. Девушки решили скорее умереть, чем сдаться в плен немецким тварям. Из истории Великой Отечественной войны ни немцы, ни русские снайперы в плен не брали. Их расстреливали на месте. Несомненно, опытные бойцы Ковшова и Поливанова об этом знали. Знали они и о том, как могут поступить озверелые солдаты женщинами. У девушек кончались боеприпасы. В подсумках осталось по одной гранате и несколько патронов. Обнаглевший немецкий офицер ворвался в траншею к снайперам и крикнул. «Русы, сдавайся!» Девушки ответили. «Русские в плен не сдаются!» И уложили наглеца точным выстрелом. Фрисы приближались. Их отделяло от траншеи уже метров 25-30. Маша, собрав последние силы, бросила гранату. И четыре немца остались лежать на земле. Мария сказала. «Наташа, ты не бросай последнюю гранату. Оставим ее для себя». Они обнялись и привели в действие гранату, бросив ее себе под ноги. Раздался взрыв. Вместе с ними погибли и три гитлеровца, в ту минуту валившиеся в траншею. Оказалось, что и снайперской группы Ковшова и Поливановой в тот день внезапно очутившийся впереди боевых порядков 2-го батальона уцелел один человек, рядовой Новиков, раненый осколком мина в живот. Он притворился мертвым, и фашисты его не заметили. Зато потом он выступил свидетелем последних минут жизни двух отважных подруг. Утром 15 августа 1942 года 528-й полк вытеснил противника, занятых им позиций, у деревень Сутаки и Бякова. В траншеи наши бойцы нашли тела снайперов, над которыми гитлеровцы успели еще и поглумиться. Там же нашли Новикова. Именно с его слов составлено приведенное выше описание подвига доблестной снайперской пары. Согласно списку номер 28 безвозвратных потерь младшего начальствующего состава 528-го стрелкового полка 130-й дивизии от 16 августа 1942 года снайперы-инструкторы Ковшова Наталья Венедиктовна и Поливанова Мария Семеновна были похоронены в деревне Сутаки на реке Робье в 100 метрах от опушки леса. Лишь 2 сентября бойцов и командиров 528-го стрелкового полка сменила на передовой линии другая воинская часть, пулеметный батальон из той же 130-й дивизии. Отдых продолжался неделю. Командир полка майор Чернузский и военный комиссар Петров Соколовский приступили к оформлению документов на награждение особо отличившихся. В их числе находились живые. Командир 2-го батальона, старший лейтенант Еремин, батальонный комиссар Сухобоков, лейтенанты Штрайхер, Лебедев, Оськин, Игнатов, рядовые Рогачев, Фокин, Дмитриев, Меркулов и погибшие, старшие сержанты Ковшова и Поливанова, которых после консультации с командованием 130-й стрелковой дивизии решили представить к высшей правительственной награде – звезде героя Советского Союза. Жаркий июльский день. Девушки сидят в шезлонгах на веранде старой заброшенной дачи. Раскрыта широко остворчатая дверь, впустившая почтальона. Только что прочитали в газете простое письмо русской девушки из Кёльна. Молчание. Идем, Наташа, сказала Мария своей лучшей подруге и напарнице. Пошли к комиссару, пусть проведет политинформацию, а потом я соберу тех, кто все это поймет и пойдем на передовую. Сегодня у меня немки в Кёльне поплачут. Она убила в тот день 8 фашистских солдат, находясь в десятке метров от вражеского переднего края. Чуть не подорвалась на мине и порвала колючую проволоку свою гимнастерку. 8 и 126. Да, она уже убила 134 немца. Наташи еще больше. На ее счету 167 солдат противника. Их ученики, которых они учили беспощадно и придирчиво, истребили еще около 300 немецких солдат и офицеров. Уже на всем фронте о них говорили. Наша НАТО и Маша. В один день их приняли в партию и в один день вручили ордена Красной Звезды. Уже героинями они встречали свою смерть. То утро не предвещало беды. Прибыли подарки бойцам из Сибири. Наташе досталось широкое полотенце, на котором было вышито. «После боя умойся, утрись и будь бодр, дорогой защитник моей свободы». По небу медленно плыли белые, как дым, облака. Стояла густая тишина августа. Полу разрушенные избы да израненные холмы резали глаз. Только вечером тишину прервал минометный залп. Немцы яростно бросились в атаку. Их отбросили. Они снова атаковали. Теперь уже в самом узком месте на стыке наших подразделений. Девушки прибежали сюда вместе со своим командиром и прямо с ходу, почти не прицеливаясь, свой первый выстрел сделала Маша. Потом немцы ударили с тыла. Горсточка советских бойцов, залегших возле копны сена, оказалась отрезанной от своих. Пули ложились совсем рядом. Командир хрипло сказал спокойно и замолчал. Только через минуту они заметили, что командир ранен в голову. Тут уже Наташа повторила. Спокойно. Но командир был мертв. Она несколько раз ловила себя на мысли, что все это уже было раньше. Сейчас немцы отхлынут. Надо еще немного продержаться. Совсем немного. Рядом была Маша и Новиков. Все, больше никого. Наташа стреляла. На каждый немецкий крик «Руссдавайс» она отвечала, что русские девушки не сдаются. Потом спросила у Маши. У тебя есть гранаты? Только две, ответила Мария. И у меня две. Ты только встряхни их. Раненые, они лежали неподвижно. Маша повторила, как эхо. Ты только встряхни. И еще раз, когда немцы приблизились совсем близко. Только встряхни. Землю потряс взрыв двух последних гранат. Сгущались сумерки. Вечер стремительно умирал. Копна сена, точно высеченная из серого камня, стояла памятником в ночи. Так умерли две героини. Верность, бессмертие принадлежат им. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...